Всем привет! Сегодня я расскажу и покажу вам как покрасить черную броню на примере этого капеллана из ордена черных хромовников. Первым делом модель нужно загрунтовать, для темных цветовых схем лучше всего подойдет черная грунтовка. Дальше перехожу к работе с аэрографом. Первым слоем наношу краску негрогрей почти на всю поверхность брони. Этот темно-серый цвет в дальнейшем поможет создать более правдоподобный черный оттенок. Для второго слоя использую Enfreside Grey. На этом этапе краску наношу более точечно, обозначает четкую светотень. Третьим и финальным слоем из аэрографа наношу Bering Blue. Стараюсь уменьшить область нанесения и обозначить самые светлые участки брони. После этого перехожу к работе с кисточкой. Первым делом начну я работу с тенями на броне. Для этого использую краску Decay Black и технику лассировки. Для этой техники краску разбавляю в пропорции 1 к 3. Прорабатываю нижние поверхности деталей и углубления тонким слоем краски. Этот этап один из самых долгих и медитативных, но позволяет более эффективно контролировать расположение теней. Краски из линейки Fantasy Game от Scale75 имеют более жидкую консистенцию и мелкий пигмент, но они отлично подходят для аэрографа и техники лассировки, чем я собственно и воспользовался. Продолжение следует... 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 Дальше перехожу к осветлениям. Для первого слоя использую краску Enfreside Grey. Краску разбавляю в пропорции 1-грум. Работаю с верхними поверхностями деталей. Также по граням делаю экстрим холлайты, чтобы выделить детали. Таким образом я выцветляю все элементы черных доспехов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok